Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смяу. Наверное, давно вы меня не слышали. К счастью, сегодня поиграем в игру Capital Sparks of Revolution. Это игра про построение своего города, царства после событий Второй мировой войны. После событий Первой мировой войны, соответственно, тут будут дворяне, будут буржуа и рабочие. Давайте начнём. Если что, то пойдёт не так. Это виноват не я. Голос дикторов, стулья. Война прокатилась по континенту словно волна, сметающая всё на своём пути. Пришло время заново отстраивать то, что было разрушено пожаром войны. Итак, вот и игра начала грузочку. Соответственно, эта игра ещё и про бунты. Там всё мне это всё скипнем. Восстановление дворца. Снесите три руины и восстановить дворец. Давайте снесём пару домиков. Три руины, пару домиков. Я, наверное, буду в эту сторону строиться. Ускорим время. И последняя руина снесена. Снесена, блин. Снесена. И мы ремонтируем дворец. Потому что он убит. И после событий Первой мировой войны, соответственно, надо показать людям, что мы будем возрождать этот город. Ещё вокзал, но он пока сломан. Итак. Здание установлено. Отремонтировано. Ещё нужно руину снести одну. И здание снесено. И сейчас... Золото является ключевым элементом экономики. Существует два основных способа получения золота. Уплата налогов жителями. И удовлетворение потребностей жителей в общественных заведениях. Окей. Потребности жителей в общественных заведениях. Прекрасно. Налоговый кодекс. Люди нигде не живут. Соответственно, и налоги не должны платить, по идее. Ну ладно. Скип. Постройте налоговую службу. Прокладу несколько тропинок. Хотя тропинки дорогие. Какого чёрта? У нас нет работы. Но всех уже ставят на учёт в налоговую службу. Чем платить? Может, руку себе отрезать? Ну, спасибо, не надо. Мы об этом позаботимся. Ну, в смысле, руку ему отрежемся. Производство дерева. Постройте лесопилку. Вот, лесопилка. Я думаю, без разницы, куда её ставить. Но раз тут будут жильё, то можно поставить в конец города. Давайте только проведём тропиночку. Время, кстати, достаточно дорогое. Пока ты будешь что-то делать, то уже подъедут новые жители. И для них нужно строить новое жильё. А ты ещё даже не построил лесопилку? Ок, есть. Ну вот. Начало положено. Скоро вы не узнаете наш город. Фабрики, производящие ресурсы, расходят золото во время рабочей смены. Если золото закончится, производство будет остановлено. Хорошо. Так, нам нужно будет строить милицию. Потому что будут не очень хорошие люди, которые, соответственно, не уплату налогов производить. Бездомный 100. Нужно построить жильё. Поближе к коттеджу пусть будут. Раз. Ааа. Да. Дерево у нас нету, я забыл. На. Но это не проблема, ведь я могу добыть вот эти досочки. Дела идут неплохо. Я начинаю смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. Отремонтируйте вокзал. Теджик. Ещё один. И дорожку к нему. Ремонт. Кстати, по факту мы не добыли доски. Мы их просто разломали из того, что осталось в руинах. Благодаря моим связям удалось договориться о регулярной поставке зерна в наш город. Бесплатной, но за доски. Но за дерево, которое добывается, нужно получать зерну. А что? Никто не подумал, что люди не лошади и сырое зерно есть не могут. Всё продумано. Мы сейчас построим пищевую фабрику. Нет, досок опять. Ну, как бы зерна у меня достаточно, поэтому можно стопануть поезд. Пока что зерна почти полный бак. Пищевая фабрика. Оп. Какое большое здание. Я и не предполагал, что для переработки зерна нужно столько оборудования. Радирик, признайтесь, вы ведь думали, что круассаны растут на деревьях. Не так ли? Каждый день разделено рабочую смену, свободное время и время отдыха. Время рабочей смены фабрики производят ресурс. И во время отдыха жители спят. То есть есть отдых. Новый закон на медицину. Наверное. Вообще нужно и полиция, и медицина, и образование. Это всё нужно. Но пока что пусть будет медицина. Вы сделали правильный выбор, господин мэр. Дворяне это опора власти, и они заслуживают соответствующего отношения. Построить госпиталь. Такой большой госпиталь. Смотрите, он прям вот так чётко по клеточкам совпадает. Можно его тогда вот сюда и впихнуть. Дальше мне нужно строить развлечения, иначе у нас будут проблемы. Так, строим кабак. И без строя ещё нужно построить. Но, видимо, уже нет ресурсов. Для обычных же жителей я построю хотя бы жильё. Для начала это уже будет неплохо. Но для этого нужны досочки. Так, зерно у нас по максимуму. Разберём старые дома и построим новые. Уже не так много бездомных. Не 100, а 86. Эээ, хотя это тоже много, но... Камень я не дам. Тут дорогу нельзя сделать. Надеюсь, подключится. Так бывает тоже. К сожалению. Значит, тогда сносим дорогу и строим деревянный дом вот таким образом. А хотя, я думаю, здесь можно построить закусочную или кабак. Людям нужно где-то после работы опьяниться. Пиво! Потому что это традиция того времени. Построить жилые дома. Охрана здоровья. Благодарствую, господин мэр, что уделили внимание простым людям. Такое вы не часто увидите от властей. Да. Итак, получается, буду так строить. Мне кажется, так будет удобней. Деревянные дома. Ну, пожар, соответственно, нормально. Мне срочно нужна еда. Я хорошо заплачу. Ну, давай. Кстати, поезд не ездит, а зерно почему-то только прибавляется. Ага. Последнее пристанище. Принять закон о ритуальной службе. Построить ритуальную службу и построить кладбище. Ещё один час до нового закона. Хорошо. Новый закон. Ритуальная служба. Замечательно. А, нужны доски. Почему-то у меня постоянно нет досок. Да, сейчас будут. И пора бы уже милицию строить, потому что налог должен быть плюс 10 ночью, а у меня уже плюс 6. Скорее всего, кто-то уходит от налога. Я так не думаю. Либо ещё настолько мало жилья, потому что люди не в состоянии платить. Я так думаю. И почему-то вот это заведение у меня не работает. Я построил случайно. Похоронная служба. Похоронная служба. Вот пусть будет стоять где-нибудь вот тут. К вопросу. Милые бронятся. Я-то думал, что выхожу за успешного человека, но оказалось, что он обычный домашний тиран. Лояльность буржуа повысится к дворянам. Мне нужны дворяне. Дворян. Дворяне это хорошо. Они работают вот здесь, в больнице. Работают в налоговой службе. Работают в похоронном агентстве. Они работают везде. Что же делает буржуа? Буржуа платит налоги, но урегулирует. Сносим здание. Кринж, кринж, кринж. Похоронная служба готова. Нужно строить кладбище. Вот на месте домика этого хочу построить кладбище. Так, стоять. А почему? Понятно. И кладбище. Каждое кладбище требует расходов на содержание, но это лишь небольшая цена. Да, потому что люди будут умирать, и после этого трупы будут приносить заболевания в город. Сейчас надо построить, соответственно, спиртовой завод. Дорога. Угу. Вот, 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 вот. Всё. Не знаю, хорошая ли задумка строить здесь домик какого-то. Хочется здесь просто занять это место. Давайте раз домик и два. Два домика. Хорошо. Здание построено. Спиртовой завод. Но дорога к нему не подведена, потому что я его неправильно поставил. Но ничего страшного. Сейчас всё будет. Днём у меня плюс 48 золота. На рабочей смене. Это достаточно хорошо. Хотя есть и минус. Сейчас время отдыха, потому что открыты лавочки, бутики, магазины. Какие бутики? Мы ещё до этого не дошли. Но подождите. Скоро дойдём и до этого. Бистро. Бистро это надо. Сейчас у нас проблемы будут с развлечениями людей. И для этого нужно бистро. Ну и жильё тоже нужно. Раз. А, ну и как всегда денег нет. Наконец-то в городе появились заведения для приличных людей. Благодарю. Да. Спасибо. Спасибо. Внизу Играна располагается иконка проблем, с которыми сталкиваются жители города. Если эта проблема не будет решена, они вызовут протест. Счастье у буржаев и рабочих очень такое понятие. Поэтому нужно очень много бистро строить и кабакерка. Каба. Кабаре. Вот оно получается. Это развлечение. Бистро это тоже развлечение. А нет, это питание. То есть нужно кабаре строить. Нужды людей. Постройте кабак или кабаре. Постройте спиртовую фабрику. Ну всё, вроде выполнил, нет. Во имя науки. Подпишитесь за образование. Ещё три часа. До нового закона, так что подождите. То разберу ваши старые жилища. Три здания снесены. У меня опять много еды. И я построю ещё парочку коттеджев. Так как рабочие счастливы и довольны. А вот буржуа и дворянями будет проблема потом. Так, либо полиция, либо образование. Но скорее всего образование, потому что скоро грядут новые эпидемии, болезни и всё такое. Смотрите, шанс болезни 6% за бездомных. Поэтому это очень и очень. Построю ещё одно жильё для рабочих. Бездомных 28. Ещё парочку домиков. И все будут обезбечены жилищом. Но счастье буржуа и дворян падает. Поэтому нужно строить ещё одну кабаре. А, и вообще я это хочу снести. Извините. Да, лишние траты. Но того стоит. Просто потому что оно будет так красивее стоять. Симметричность. На этом всё. Я думаю, я с вами конечно же не прощаюсь. До следующего видео. Опять нет гарантов, что следующее видео выйдет скорым. Но сейчас это то, что мы сделали. Очень даже хорошо выглядит. Может даже можно будет что-то с этим продолжить. Подпишитесь на канал. Здесь будут ещё несколько. Несколько. Может и не несколько. Интересных видео. Хорошо сейчас всё идёт за деньгами. Счастье тоже скоро будет хорошее. Так как я построю ещё больше заведений. Это уже в следующих сериях по этой игре. Всё. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok